Здравствуйте, коллеги! Рядом со мной Мария Жебет, Союз Молоко. Здравствуйте! Здравствуйте! Мария, сессия закончилась только что. Были интересные темы. Хочется от вас услышать пару слов. Да, наша сессия была посвящена молочной полке и изменению в связи с санкциями, в связи с пятым пакетом санкций молочного ассортимента. Там присутствовали основные ключевые наши торговые сети Ашан, Магнит, Х5, присутствовали крупнейшие поставщики молочной продукции, Канива, Вимбельдан, Ува Молоко, который работает в регионах Поволжья. Обсуждали, что, собственно, бизнес ждет в ближайшие месяцы, будет ли сокращаться молочная полка. Молочная полка в России одна из самых больших в мире, такого ассортимента молочного широкого нет больше нигде. И, конечно, мы в стрессе, в страхе ожидаем, мало ли, будет проблема с упаковкой, с ингредиентами и так далее. И будет сокращаться ассортимент. Но, на самом деле, и торговые сети, и поставщики заверили, что такого сокращения аллей, полога, представленности в торговых сетях не ожидается. Да, мы будем пересматривать ассортименты. Сейчас есть некоторые проблемы с картонной упаковкой, и, наверное, часть переработчиков будет отказываться от молока долгоиграющего с длительными сроками хранения и уходить в пластиковую тару. Это при этом никаким образом не отразится на качестве безопасности продуктов питания. Но вот такое временное, пока мы не нашли альтернативных поставщиков, решение, оно будет встречаться в торговых сетях. Мы решили, что мы совместно с сети и поставщики будем проводить работу по пропаганде у населения мыслью, что никаким образом качество от этого не ухудшилось. Нужно проводить коммуникацию правильную, чтобы все понимали, что это временное решение. Так же, как, наверное, многие сейчас видят, какие-то белые упаковки с молоком начали появляться. Да, у нас есть проблемы сейчас некоторые с красками. Не все поставщики упаковки нашли альтернативы за такой короткий промежуток времени. В России традиционно импортировалась большая часть красок, белила, чернила, цветные краски. Сейчас мы активно ищем альтернативы в дружественных сейчас, так скажем, странах. На это уходят месяцы. Мы, понятно, что десятилетиями работали с предыдущими поставщиками. Так быстро не можем решить логистические трудности, возобновить поставки. Но потребитель тоже должен понимать, что это временная история. Мы обязательно вернемся к своей традиционной упаковке, пока вот немножечко будет лаконичный, более лаконичный дизайн. Самое главное то, что у нас, например, если бы у нас было огромное количество упаковки, краски, картона и так далее, но не было самой молочной продукции, было бы гораздо хуже, нежели у нас есть молочная продукция, ее в избытке. Спасибо, но не во что пока вот, да не то, что не во что, конкретно мы не можем получить ту самую упаковку, к которой привыкли. Это небольшая проблема. Спасибо вам за вашу работу. И еще буквально пару слов о сессии, о интересных вопросах. Правильно я понял, что количество из КАЮ может уменьшиться, да, например, да, там, может быть, мы не найдем какой-то продукт, который мы хотели бы, но при этом идет работа на то, чтобы, в принципе, найти поставщиков, которые будут закрывать все потребности покупателя. Ну мы надеемся, что все-таки не из КАЮ здесь ничего не изменится и объемы сохранятся, будут некоторые перетоки внутри категории. То есть многие эксперты поделились мнением, что в кризис и когда доходы населения сокращаются, традиционная молочка, она больше растет. То есть увеличивается покупки кефира, сметаны, наших традиционных базовых молочных и русских продуктов. А, например, на десертной группе начинают люди экономить. Но что, кстати, смешно было, в чем мы сошлись совсем во мнении, что глазированный сырок остается стабильным всегда. Это маленькое удовольствие, которое и в кризисе, и вне кризиса люди себе позволяют, и полки с глазированными сыроками ничего не затронет. По другим категориям мы будем видеть изменения. Мы обсуждали, кстати, также феномен даунсайзинга, так скажем, когда вы покупаете привычные упаковки молоко, но там не миллилитр, а 900, например, миллилитров. И как вот компания Шан проводила опросы, для 80% людей это очень важный фактор. И половина аудитории, например, будет искать другого поставщика, другого бренда, потому что им важен объем. Половина считает, что им лучше привычный бренд купить с тем же качеством. Поэтому это такая история. Сейчас многие сети совместно с поставщиками будут следить за поведением потребителей, вырабатывать какие-то новые формы коммуникации. Потому что сейчас не все готовы к промо. И вообще вот это массовое засилие промо мы пытаемся победить в категории, чтобы не только это подстегивало спрос. И мы как бы так все по итогам сессии пришли к выводу, что начался новый этап в отношениях сетей и поставщиков молочной продукции. У нас очень специфическая аудитория, очень специфический продукт с крайне низкими сроками хранения, который при этом занимает треть чека. Таких категорий больше нет. И поэтому вот сейчас в наших отношениях новый этап. Мы все будем больше слушать потребителя. И мы все стали больше общаться, стали больше взаимодействовать сеть и поставщик, чтобы находить выгодные всем решения в условиях, когда у нас растет себестоимость, у сетей тоже растут затраты. И при этом снижается покупательская способность населения. И здесь вот мы должны находить компромиссный вариант для всех. И это не только промо, но и какие-то другие формы коммуникации. Замечательно, что есть такие бизнес-сессии, когда встречаются все профессионалы рынка и решают эту проблему совместно. Спасибо вам большое. Спасибо большое.